Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это снова Майклаб. Второй у нас сегодня выпуск, сегодня мы пооткрываем с вами оставшиеся мячики на наши поинты, которые, ну можно так сказать, поинты, которые нам давали за предзаказ, все такое. У нас есть сегодня премиум-агент, который мне дали бесплатно, попыток написано 1, 3 игрока нам дают. Посмотрим сразу, 83,6% у серебряного игрока, то есть здесь нам может выпасть абсолютно любой игрок. Поэтому погнали, начнем именно с него, в надежде на то, что нам кто-нибудь выпадет. Также, друзья, не забываем подписываться на мой новый игровой канал, игровой канал RNT, ссылочка есть на него в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. И кто же нам выпадает, все равно это серебро, даже не будем смотреть, это Ромеро, центральный нападающий. Бериша и Андрей М. Барба, еще нам выпали, но это не очень-таки интересно. Дальше у нас есть специальные агенты, здесь, скорее всего, по одному нам дадут, ну я даже не знаю, не знаю на самом деле. Давайте-ка глянем, кого нам прямо не хватает в нашем клубе, именно прямо по позиции. То у нас здесь на самом деле все очень хорошо, нападения мы точно не будем ничего, если что, открывать. Полузащиту, ну и защитников можем, если что. Так что, вот так вот. Давайте пооткрываем мячики, сначала English Edition. Вот, список целей, тоже посмотрим. Ну здесь, то есть, нам все прямо заплылки, да, могут выпасть, но это тоже прикольно, попробуем. Вот, естественно, за монеты MyClub. Ну и верим, верим, что если был черный мячик, мы оставляем. Давайте посмотрим. Первый пик, и это серебро, это ламело, ППЗ-шник даже. Я так понимаю, здесь только одни, да, игроки все-таки за 100? Да. Здесь только одни, к сожалению. Ну и давайте еще будем, попробуем еще. Потому что АПЛ все-таки. Я бы хотел бы Дебрюйн и Ксиви в центр поля. Хотя у меня нету чисто там атакующего полузащитника. Есть только центральные полузащитники. Но все равно было бы интересно. Золотой уже мячик, это уже, ну, поинтереснее. Это Сибалиюс, да. Восемь вторых. Ну вот, это замена для Руди. Теперь у нас нету серебряных игроков в полузащите. Но давайте все-таки добьем эти мячики до тех пор, пока вот нам не выпадет черный. Как только черный мячик мы поймаем, на это, можно сказать, мы и остановимся. Итак, какой сейчас у нас? А вот и черный, то есть сразу же мы практически останавливаемся. Это Тоттенхэмед Харри Кейн. Харри Кейн, это очень даже неплохо. Харри, мать вашу, Кейн. 89 рейтинга. Теперь даже как-то подзадумаюсь, либо его, либо имзаги ставить. Так что здесь мы все с вами сделали. А давайте, да. Так, полузащитников мы теперь не трогаем. Мне надо бы защитников за... Давайте очки джипы. Джипы используем. Вот, потому что я думаю, что-нибудь хорошее нам и выпадет все-таки. Защитник мне нужен правый защитник, вроде. Золотой. Абсолютно любой, мне без разницы. Но здесь нам падает сразу серебро. И это Конти, но это правый защитник. Вот такие вот дела. Бремер и Пол Лейн. Ну и давайте откроем сейчас еще защитников. Но только теперь за монеты Майклаб. Итак, абсолютно любой игрок. И мы едем в Англию. В Англию мы перемещаемся. Защитники серебро. Серебро это Фернандес. Классно. Уильямс и Писаканы какой-то. Ну, давайте еще-еще будем открывать. Почему бы и нет. До тех пор, пока мне не выпадет правый теперь золотой защитник. Будем открывать. Вряд ли он вообще нам выпадет. Ну, вот снова мы летим в Англию. И золотой мячик. Можно скипнуть. Это Кристенс. Ну, это неплохо на самом деле. Но правого защитника вряд ли. Да. Еще и Атаминди золотой. Но правого нам пока что, к сожалению, вообще не дают. Открываем еще. Крутится-вертится и снова АПЛ. Ну, давайте мне Уолкера. Там тренд Александра Арнольда. Почему бы и нет. Но серебро. Снова серебро. И это Уэлтман из Вест. Бромвит? Нет. Это Брайтон. Брайтон был. Серхи Гомезомбрана еще. Вот. Но мы открываем еще. И какой-то интерес. В течение это остальной мир, я так понимаю. Вот. Серебро все равно. Из Олимпиакоса нам выпадает Рафинья. Легенда Баварии, можно так сказать. Вот. Ну, что же. Давайте откроем еще один. Здесь. И переместимся, пожалуй, Белый в АПЛ. АПЛовский мячик еще пооткрываем. Ну, вот снова нам Англия, кстати. Может быть. Может быть. Почему бы и нет. Золото. И это у нас. Калашинец. Но это левый защитник. Левый. Клайбер еще и правый. Мамана даже выпал. Но нет. Три мячика мы еще тогда откроем. Откроем специального агента. Это инглиш и диша. Все такое. Вот. Вдруг нам выпадет здесь тренд Александр Арнольд. Я буду очень этому рад. Либо вообще абсолютно любой центральный правый защитник. Но золотой. Опа. Мы в Бельгию почему-то попадаем. Странно. Очень странно. Как это так я попал в Бельгию. Диата. Это очень странно. Вроде я думал здесь прямо сейчас Англия будет. Но нет. Ладно. Открываем предпоследний пак. Предпоследний мячик можно сказать. Теперь тоже точно Англия. Но снова. Серебро. И это Питерс. Очень много у нас сейчас будет игроков для тренировок. Вот. Ну и последний мячик. У нас вообще абсолютно закончились все деньги. Поэтому теперь не скоро скорее всего выйдет. Выпуск по Майклабу. Как только я там насобираю каких-нибудь интересных игроков. Которые к мне выпадали. Вот. Ну вот золотой мячик. Дохер темнебы. Это кто? Ну это был Урхэмптон. Дэндонкер. Ну. Центральный защитник. ЦПЗшник. Ну. Я думал он ЦЗшник. Вот такие у нас сегодня игроки выпали. Я сейчас из этого соберу команду. Ну то есть дополню свою. Улучшу. Посмотрим что из этого вообще будет. Ну что же. Преобразовала многих игроков. И теперь будем мы качать наконец-то наших. У меня есть очень много центральных защитников. Поэтому я сейчас все вложу в Пуёля. Прямо именно по позиции. Очень на самом деле действительно много. Потому что я все-таки защитников открывал сегодня. Поэтому сегодня они прям получат вдоволь своих улучшений. 92 Пуёль. Ну и написано 12 уровень. Он получит. А в рейтинге 94. Плюс 2 к рейтингу он получает. Это отлично. А вот такие вот дела. Дальше. Дальше. Ну вот Теу Эрнандеса покачаем. Потому что левых защитников у меня тоже много. Теу Эрнандес был 83. Стал 86. Плюс 3 к рейтингу. Вообще замечательно. Дальше у меня есть Непто. У меня там был вроде один вратарь я замечал. Бериша. Поэтому 83 нет. Останутся 84. Просто из одного игрока он 4 к рейтингу прибавляет. Центральный нападающий. Вот здесь у меня вопрос. Что лучше Инзаги? Либо Кейна мне прям сейчас качать. Вот не знаю. Давайте Инзаги. До максимума прям. Все-таки это икона. Так. Поехали. 90 рейтинг так и остается. Но вот только уровень на 1 у него повысился. Леонель Месси. А у него там один игрок вроде только. Вот правый нападающий. Но все равно вкачаем. 96. 96 Леонель Месси стал. Ну и теперь в полузащиту. Будем качать Бускетса. Прямо всех вот этих ППЗ, АПЗ, ЦПЗ. Всех мы вложим сейчас у него. Ну и так же он и остается. 2К уровня он прибавил. 90 рейтинг у него остался. Ну что же. Вот так вот выглядит моя команда. Сейчас в меню главного тренера мы улучшим навыки управления. Две штучки всего лишь. Ну 740 теперь на стоимость клуба может достигать. Так. Меню. Я даже не знаю. Меню команды. Это наверное да. И восстановим всю выносливость наших игроков. Все отлично. Здесь мы делали. Ну и по традиции для вас сейчас отыграем мы все-таки один матч. Теперь уже за эту вот команду. Итак, нашли мы соперника. Вот. Посмотрим по составу. Даже в планы игры можно зайти. Я уже увидел. Игроков Салах. 94-й. Фернандо Торрес. Беркомп. Тренд Александр Арнольд. Хави Мартинес. И все. На замене вижу Радамеля Фалькао. 89-го. И все. Но я не знаю, у кого состав получше здесь. У нас 86. Именно. Как сказать вам. Командный дух. Но мы посмотрим. Посмотрим. Я все-таки хочу сегодня также еще попробовать Харикейна. Во втором тайме выпустить. Поэтому. Стартуем. Ну что же. После интересного покопенинга. Мы сегодня с вами практически не изменили стартовый состав. Появился Сибалиас. Вместо Руди. Ну и появился на скамейке запасных Харикейн. Так что тоже мы заценим и этого игрока. Поэтому. Будет очень интересно. Месси. Месси же сразу получает мяч. И мяч у него отбирают. Бускец. На Месси. И снова Месси. И снова Месси. Друзья. В нашем клубе забивать будет, наверное, только Лео Месси. Десятый номер на спине. И замечательно. Замечательный гол Лео Месси. Мы поздравляем его с этим забитым мячом. Очередной гол за нашу команду. За команду Майклап. Он забивает. Отлично. Месси. И как же с Индзаги, а? Он даже не замахивался сильно. Я этого не видел. И он пушкой просто в самую девятку. Это вообще что такое? Остановил еще и мяч. Здесь Месси естественно. Радугу исполнил. Отдает на Индзаги. Кто-то разворачивает. И легко. Он просто... Наилегчайше это видно. Останавливает мяч. Вот отсюда будет хорошо, наверное, видно. Остановил. И без замаха сильного даже. Он даже не замахивался. Это просто был удар. Без замаха. И такой мощный. Это 2-0. Флипп Инзаги тоже забивает за наш клуб. Очень хороший пас на Месси. Месси еще и ассистирует. Отлично. Не помню, как его зовут. Педро Энрике вроде так как-то. А, Талесо даже. Я думал, это с левого нашего фланга нападающий. Вот и карантин Талесо. А, Бруно Энрике. Ну, не Педро, а Бруно. Но все равно. Почти я угадал. Но забивает даже не он, а карантин Талесо. Очень хорошо здесь. Отыграл Сибалес вроде или нет? Нет, это как раз Бруно Энрике я дал на Месси. А Месси уже на Талесо. Так что это вообще гениальная распасовка в нашем стиле. 27-ая минута мы выиграем 3-0. Тео Эрнандес. Инзаги. И это отличие. Не этот дубль, Филиппо Инзаги. Забивает он за нашу команду. Счет делает 4-0. Так что все, Инзаги мы точно сейчас будем менять во втором тайме. Он свою работу сделал. И подтестим сейчас еще и Харри Кейна во втором. Тем более Кейну намного легче будет, потому что здесь центральные защитники. Да и в общем команда вся соперника подуставшая. Поэтому сейчас заряженный Харри Кейн должен выйти и уж точно забить не меньше, чем Инзаги. Сибалиос. И Инзаги забивает хитрик. Его можно уже сейчас даже менять. Счет 5-0. Забивает Инзаги хитрик. И заслуженно сейчас уйдет на скамейку запасных. Будем надеяться, что Кейн должен повторить вот это вот достижение. Так называемое от Инзаги. И плотную опеку на него поставили. Но сейчас мы его как раз и будем менять. Но скорее всего сейчас сразу это плотная опека, мне кажется, перейдет на Кейна. Вот я сразу же меняю Кейна. Даже не начиная со второго тайма. Бускет зато неплохо сейчас отыграл. Кейн. И Кейн забивает первый гол в нашем составе. Не прошло и 5 минут, как он вышел на поле. И Харри Кейн забивает замечательную голевую передачу от Бускетца. И какой шедевр забивает еще и Месси. Просто на молчаночке. Леонель Месси закладывает за штрафной. Дубль сегодня забивает. И седьмой мяч в воротах соперника побывал сегодня. За 48 минут. Просто нереально. Это лисо. На Кейна очень хорошо. Кейн на Леонеля Месси. Месси. Месси на Кейна. И Кейн забивает дубль. Отлично. 8-0. 51 минута. И вот и Кейн. И Кейн забивает тоже хет-трик. Два наши сегодня нападающих, которые выходили на поле. И сзади Кейн забивает хет-трики. Отлично. Бруно Энрики дает хорошую передачу на Кейна. Кейн на Леонеля Месси. Месси тоже забивает сегодня хет-трик. Отлично. Шикарный матч. Сегодня у нас забивают Инзаги. Месси, Кейн по хет-трику и талисос одним мячом. И еще и Сибалис. Я правильно понимаю? Сибалис тоже, да, попал к нам сегодня в команду. И забивает все тоже дебютный гол в дебютном матче. Но здесь уже всем надо давать, мне кажется, забивать. Три хет-трика в команде. И Кейн. Что творит Кейн? И Кейн забивает покер. Отлично. Он побил рекорд. Сейчас Филипп Энзаги, как я и сказал, он должен побивать. И все. Забивает Кейн сегодня очередной мяч. Выйдя, причем на замену, практически Роберт Левандовский такой. Но Левандовский очень быстро забил покер. И все. 12-0, друзья. 12-0. Покер Харри Кейна. Фитрик. Лионеля Месси и Филиппа Энзаги. Поздравляем всех с этой победой. Спасибо всем большое, друзья, что посмотрели сегодняшний выпуск. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь до встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok